В общем, ребят, всем привет! Это наша первая реакция на ютубе. Сегодня мы будем смотреть видео на канале Моргенштерн, которое называется Первое видео без сознания. Я был без сознания, и я не знал, что со мной происходит. Знаете, Алишер всегда вам говорит, пососите, плюет на вас. Да, угадаю, они, короче, усыпили Моргенштерна, и подписчики приходили, короче, плевали ему в лицо, пока он был без сознания, и песеном водили по губам. Так, что ли, получается? Сегодня будет первый день, когда пососет он. И тут в какой-то момент он резко проснулся. Опа! Меня зовут Алишер Моргенштерн, это Саня Фрейм в сперме. Самый главный оператор в СИЯ Ютуба. Это Киракиса, это Инклюиси, это наши девушки, пока чья еще мы решаем. Они, кстати, будут обязательно сосаться в этом видео, но на какой минуте мы вам не скажем. Поэтому смотрите полностью, не перематывайте, и когда будет вылезать рекламы, на все их нажимайте. Это увеличивает шанс состы. Чел, сижу чилю. Советую тебе скипнуть эту хуйню, ибо это хуйня. Почему такой интересный? Ммм, смотри, я учту твои пожелания, но мне надо самому убедиться, что это хуйня, чтобы скипнуть хуйню. Фарвата, выходит сразу реакция, а видео не выходит, потому что я был без сознания, и я не знал, что со мной происходит. А что ты помнишь вообще из тех времен? Я помню, что я прихожу, сажусь в кресло, мне вот так делают щи, стыкают иголку, по игле начинает течь кефирчик какой-то, да? Мне вот так прикольно, прикольно, а потом я такой, щелчок, и я проснулся с новыми зубами. Вот и все, ну все, что я помню. А теперь давайте посмотрим, что же было на самом деле. Там бан? Где? Вот и настал этот момент, прощаемся с моими маленькими желтыми уелечными зубами. Пока, пока. В смысле? Не, ну зубы вырвут. Сейчас зубы свои в камеру. Да, и для тебя изменилось, смотри. Прикус поменялся, да, я русский теперь, кстати. Там нет банок. Вот я теперь самим тоже. Все запикано. Так что будем знакомы. Не, ну там же что-то речь про Писюн шла, может быть, Писюн пока. Если вы на ознакомьтесь, это Лёха. Это собственный человек, который ответственен за будущую красоту вот здесь. Будет все это длиться 2-3 месяца, но процесс вы можете смотреть у него в Инстаграме. Вот, я не буду показывать, он покажет. Меня зовут Смирнов Алексей Александрович. Бля, да какой нахуй это Александрович? А, ясно, реклама какого-то стоматолога. Ну что, может к нему и пойду зубы себе вырывать, уже давно надо. А, виниры что ли? О-о-о. Да, Винч. Кстати, у Лёхи, который вот этой клиникой владеет, сейчас ёбнутый конкурс происходит. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ёпт, а подгузники, чтоб не обосрался, типа ничего? Чё за хуйня? Иду по району, джинсы висят вниз. А, наверное, надо объяснить. Подожди, а зачем мы подгузники, я чё-то в первый мир, чтоб кому-то подгузники надевали? Да, да, ну вот сами думайте, зачем я в памперсах. Зачем обосрался? Под наркозом можно обосраться. Остановите! Серьёзно? Можно обосраться под наркозом? Сколько был под наркозом? А, сколько я был? Один, два... Эм... Ну, пару раз точно был. Да нормально вроде, не срал. Хотя, кто его знает, что происходит, пока я сплю под наркозом? Может быть, я обсирался, просто... Люди очень быстро от этого избавлялись, и я даже этого не заметил. Видео, напишите в комментариях, обосрался Моргенштерн или нет. Обосрался он или нет, мы увидим только в конце. В конце! Ну, часто меняешь? Я не был под наркозом, но обосрался. Вот это... Я такой уродливый был? Да, ты как будто завоеватель какой-то, Хар. И в памперсах. Так он 10 часов под наркозом... Сколько, блядь? Меня сейчас отцифруют и сделают моего клона с хорошими зубами. 9 часов под наркозом, чего, блядь? Охуеть. Не, ну ладно, если 9 часов или 10, тогда, наверное, можно и покакать. А что так долго, что всего лишь зубы? Я, кстати, хотел тебя попросить, на всякий случай, запиши послание, но вдруг ты умрёшь. Да иди нахуй. Выложите мой посмертный альбом, все стриминги маме. А что, слушайте, кайфуйте. Так там все зубы, так почти. В смысле все зубы, только передние же меняют, разве нет? Венеры эти ставят. На передние зубы. Другие-то не трогают, их зачем трогают? Тагерыч не поставлю в жизнь. Как? Блядь! Я на самом деле очень боюсь игол. Да, блядь, смотри уже. Да я смотрю, что надо-то. Как все? Как фули, блядь. Хватит стопать. Блядь, один чел просит стопнуть, чтобы он ссать хочет. Второй пишет, не стопай, а что делать? Блин, приятно. Ты что, скрючиваешься? Я, бацал, встанешь? Десять часов, причем это первый сеанс. Да ну нахуй тогда лучше без зубов остаться, серьезно. Честно, не пропагандирую сейчас наркоз. Но все, кто хочет делать зубы, делайте его только под наркозом. И просите, чтобы вам медленно его вводили. Пошел ты нахуй. Вот серьезно, блядь. Я один разочек так и наркоз... Ну вот, когда ринопластику делал. Я же рассказывал, что под наркозом у меня происходило. Не у всех, видимо, это происходит одинаково. Видимо, у всех по-разному. Я чуть не умер, нахуй. Я начал задыхаться. Лучше бы обосрался, серьезно, пойдем с санным наркозом, блядь. А у меня легкие отключились во время наркоза, когда меня вкололят хуйню. Я лежу и жду, когда я отключусь. Но вместо того, чтобы отключиться, отключились мои легкие. Они впервые меня уснули. И я такой... И пиздец. Это не звучит как пропаганда. Это будет пропаганда, после этого все в подъездах будут валяться, молодежь. Этот же чувак будет по всей Москве катать и всем ставить. Наркоз будет заместо молока в пакетах продаваться в этом супермарконе. Не помню. Детички не употребляйте наркоз. Не помню, да. Смотри, что ощущаешь? Ну, пока ничего. Кого-то немножко начинает мазать. Да. Да, мазать начинает. С чем сравнишь? Ну, не знаю. Не хочу пропагандировать. Не хочу ничего не пропагандировать, но на что-то да похоже. На шар... На шар... Инна, Инна... Инночка... Ну, примазывай так. Я обозр... Прикольно. А можешь ли ее выписать домой? Майкл Джексон себя вводил дома и... А че тут... Ну, ладно. То, что надо пациента перед наркозом в голову... Я не знаю, кстати, зачем он так сказал, потому что ты так тогда поменялся в лице, знаешь, типа... Вот видите, дети умирают от него. Как раз тут все, детей... Ой. Ты помнишь, кто ты? Конечно, я помню кто ты. Кто? Малишер. А фамилия? Малейф. Не, ну пока терпимо как бы. Не то, что вы терпимо, а заебись. Ну, это же не опасно, там, остановка дыхания, сердце и так далее. Хех. Не, не... Не опасно вообще заебись. Если что, есть адреналин, да, как мы его делаем? Да, да, есть адреналин, конечно. А, это уже лабанг пошел? Конечно. Давайте гасите это. Здесь собрались. Подожди, стой, ты чего? Лабанг пошел. Ну, конечно. Давайте гасите это. Защита для стримеров. Что? Осуждаю, осуждаю, осуждаю. Что, какая... Ты сейчас удар на дозу сам себе сделаешь. Сделаю с него. Сделаю с него. Ты не мухаешь с него, и что ты делаешь? А что, а чего защита? А? Ты не мухаешь с него, и наконец-то все узнают. Это отсылка ко мне, да? Это я, да? Ты тупой, на самом деле. Нюхаю просто зеркало. Вот оно, на самом деле, лицо Алишера Моргенштейна. Аааа. Ты такой отсталый, ты постоянно, блядь, это так было услышно. Тебе дали зеркало, чтобы ты посмотрел, а ты начал нюхать с него. Ой, рефлексы из старой жизни. Алишер, два плюс два. Четыре. Спой трек по соси. Еще можешь? Да, я богатый уебок. Блин. Я обострался прямо в помпе. Ну, я качаю это как пол. Ой, суки, я знаю. Еще вроде что-то, забери у него драгоценности. Ну, самое разъемное тэ. Это вы на моем стриме. И вот Алишер уснул. И первое, что я попробовал сделать, это включить ему трек. Знаете, лучше бы мой стрим включил. Он бы сразу очнулся. Га, воробинаха. Вот эти фильмы всегда в Америке, когда человек впадает в кому, и они сидят рядом, пытаются как-то пробиться в его подсознание, пытаются его пробудить. И раз уж у меня есть такая возможность, я решил попробовать все возможные варианты. Попробую-ка я сейчас позвонить Диларе. Алло, Диль, привет. Привет. Ты сейчас рядом с ухом своего парня, попробуй разбудить его. А зачем его будет здесь, если он только влёг, блядь? Ну, что за бред, блядь, Саня? Не, я хочу проверить. Скажи просто, что ты его бросишь, если он не проснётся. Ну, он же не проснётся. Ну, попробуем, давай, скажи это. Алишер, если ты не проснёшься, я тебя брошу, сука. И тут, после того, как Диля сказала, что бросит его, в какой-то момент он резко проснулся. Ну, реально? А куда? А куда бросила? Ты так испугался, и я подумал, что ты какой-то бэттрип сейчас словишь, и я тебя, типа, быстро начал говорить, да всё хорошо. Всё хорошо, брат. Ещё тебе. Я знаю, ясно. Прикольно, причём, они говорили, что это невозможно тебя чем-то разбудить, и после этих слов ты резко такой, типа, ну ладно, Кир, пойдём. Окей, лайк за милоту, правильно? Да, реально, вот это любовь, существует любовь. Существует любовь будет нас. Ставим сердечки. А чё, в линзах под наркозом? Коза. А в линзах? Я чё-то внимания не обратил. Никто не скажет, что это. А Майкл Джексон был одинок, судя по всему, и никто его не разбудил, да. Никто его не смог разбудить. Он тоже... Надо ему двойную дозу, он сильный парень. Он и не такой. Хаво. Следующий, про кого я вспомнил, был Слава Мерлоу. Очень жаль, что я умер. Лучший контент на ютубе, очевидно. Алишер, это я, Слава. Нам надо сделать ещё много работы. Славишер, форевер, присыпайся. Я написал для тебя... Так, а где Писюн, где всё остальное? Чё, блядь, такое, нахуй? Какие-то голосовые сообщения в Телеграме. Я вернусь к тебе, Алишер. Так, начали зубы делать, ага. Ну что, Алишер уберёк? Блядь, честно, правда сказать, когда я увидел, как он уснул, мне так грустно стало. Ай, блядь, вот этот звук, когда зубы начинают пилить, это вообще... Подумал, что работает. Звук такой... Такой холод, знаешь, понимаешь, что я его люблю. Самый лучший босс на свете. Я даже не знаю, что сделать, потому что там запланирована очень серьёзная работа. Типа, сильно врачам мешать не хочется. Ой, блядь, ему уже два... Или сколько там, отпилили зубы, ёпта, мать. Ещё и запах вот этого, вот их гаря. Как будто чё-то, как-то... Чё-то горит, короче. Ууу, я Алишер Мормуштерн. Ууу, я самый крутой рейпер в России. Короче, пока ему там делают эту процедуру, я бродил в больнице и обнаружил маркер. А, сука. Саня Ток. Может, пятёру в группате добавит. Здесь всё по факту. Мы видим, моя музыка говно. Уравнение 777 минус 111 равно 6. Знаете, Алишер всегда вам говорит, пососите. Пососи. Плюёт на вас. Сегодня будет первый день, когда пососёт он. Ага. Интересно, интересно, что же это будет? Это Аркениса, пожалуйста. Что за день? У него очень много мокроты из-за того, что он курит, да? Да, из-за того, что он курит. Ебать, он начал задыхаться просто, блядь, во время наркоза. Ебать, это страшная хуйня. Сигареты, вейп, это очень вредно. И его лёгкие забиваются нойной макровоты. Так что, ребята, бросайте курить электронки. Вот, блядь. Послушайте, пожалуйста, это. А я ещё думал, типа, окей, если делать зубы под наркозом. Такая же процедура, ну, она же есть. Ну, например, там, зубы вырывать. Вот эти вот. Их же можно вырывать под наркозом. Я всегда думал, типа, окей, а как это будет происходить? Если слюна во рту накапливается, когда у тебя рот постоянно открыт, и она тебе в горло хуярит, и ты же будешь просто задыхаться, собственно говоря, и всё. И как бы, вот. Когда ты в сознании, ты это всё контролируешь. Я понимаю, что они высасывают. Я же, ну, ходил уже к стоматологу не первый раз. Вот. Но, опять же, они это делают тогда, когда она накапливается у тебя, там, и ты это контролируешь, чтобы тебе это в горло, ну, не попадало. А тут ты будешь давиться постоянно. Всё готово. Ну, и, естественно, я не мог не воспользоваться этой возможностью. Короче, непонятно. Попробуй не пошевеливаться до конца этого видео. Подождите, так он ему даже в рот ничего не засунул. А мы верх уже закончили, что ли? Верх мы подготовили. Мы сейчас будем приклеивать наши временные реставрации на зубы. Вот, и после этого мы будем ростки, блядь, не будут сохраняться временно. Но по истечению сегодняшнего приема, Алишер уже проснется с всеми зубами. Они будут достаточно хорошо выглядеть. Светлые, ровные и хорошо смыкаться. Вот. Ебать! А глаза, может, не моткать? Алишер, ну что, сыграем? Ебать, глаза, нахуй, чё? Почему, реально, в линзах, что ли? Открыть. Бля, страшно. Сука. Реально, как труп лежит. Алишер, ну что, сыграем в игру? Как мы просто стеклянный глазок. Типа, любим, на почте. Давай. Су-е-па. Эх, я опять выиграл. Давай еще раз. Су-е-па. Опять выиграл. На этот раз, будь внимательней. Ты номерал. Су-е-па. Эх, ты выбираешь, конечно. Так, Алишер, если ты никогда не работал с Кремлем, просто скажи это. А-а-а, я так и думал, блядь. Молчание означает согласие, Алишер. Я же говорил, я был прав. А вы не верили мне. Прошло уже, наверное, я не знаю, часов 8. Его до сих пор пилят. Мне стало скучно. А знаете, в офисе, когда сидишь и тебе скучно, обычно кидают бумажки в ведро. Ну так к чему я это? Занимался раньше баскетболом. Блядь. О, отлично. Подавиться в итоге бумажкой вообще прикольно. Да, блин. Может быть, одну штучку? Ха. Так, ну вот сейчас я чувствую, что должен залететь. Надо корзину расширить как-то. Может, вы попробуете, нет? Ты с полок собирал, блядь? Сложно, да. А можно взять вот эти вот гвозди и в горло ему засыпать? Нет, нету, что ли. А что же нужно? А можно ему бормашинкой отпилить что-нибудь? Ты можешь его знаешь что сделать? Подуть. Смешная штука. Нужно сделать прическу плохого парня ему. Плохого парня? Братан, тут это прическу твою делал это в Моргенштерне. Деревя. Ау, блядь. Весь твой наркоз я боялся как-то тебе навредить. Я хотел сделать прикол, но вот тут я боялся, что у тебя глаз резко вылетит. Понял? Сейчас убит. Можно сказать, что мы не за это движут в Моргенштерне? Да, да, да. Когда вы сами решили поисеваться? Да, если что, в клинике, да, меньше, да, как и делаю. Там делают охуелые зубы. А за всем остальным, если вам это нравится, это вот, пожалуйста, к Санни Фреймс Пермера, да. Хочешь? Нет? Сейчас, дожди. Да, да, да. Так вот в клинику сходишь, потом, блядь, тебе видео присылают, где там это, ну, вы поняли. Лучше не возвращайся в мой дом. Все, Азиз, прошел. Берем работы сегодня титанически выполним. На самом деле двойная, то и тройная нагрузка, ну, специфика есть у пациентов. Но осталось совсем недолго. Батин храпит, конечно, пиздец. Мы его кинали. Огромный респект всей команде, пиздец, потому что, несмотря на... Я, если что, не храплю. Уёбка. У меня нет с этим проблем. Бесперерывно. Бесперерывно, да. Ну, перерыв только на прикол. Ага, вот. Аплаудио, аплаудио, реально. Аплаудио. Аплаудио, герой. А ты сможешь делать это, если он будет на тебя смотреть в процессе вот так. Да, просто взгляд сосредоточенный, однозначно. Вообще, изначально я хотел дать ему в рот. Но я не знал, что будет так много врачей. А откуда ты знаешь? Блядь, ну я потому что проверял. Есть приложение, типа, которое записывает твой сон. Ну, то есть ты как бы его включаешь, засыпаешь, и потом можешь переслушать звуки какие-нибудь, которые происходили в твоей комнате, пока ты спал. Вот. И, ну, я слушал. В итоге никаких звуков. Я сплю тихо, спокойно. Звуки только за окном. Может быть, что-то происходит там и все, как бы. Вот, реально, да. Против. Ну, просто диктофон, блядь, включи. И усни. А потом проснешься, и вот диктофон переслушай. Вот, да. Я, причем, помню, слушал какие-то звуки. Что-то щелчки какие-то. Что-то падает, блядь. Что-то еще что-то. Я такой, что? Кто здесь, пока я сплю? Можно с ними договорюсь, и мы все вместе трахнем его. Похож на хищника теперь. Из фильма. Точно, точно. Сейчас будем давать Алишеру в рот по кругу. Боже, Вазелин пошел. Азиз, ты услышал фразу, что моему в рот сейчас будем давать по кругу, и поэтому пришел? Да мы шутили, Азиз, иди, все хорошо. Я прослежу, чтобы все было cool. На часах уже час 48, Алишеру до сих пор делают зубы. И все уже подходит к финальной точке. Я все это время жду его реакцию на... Что, блядь, за звук? ...эти приколы. Надеюсь, он быстрее уже проснется. И когда он проснется, я надеюсь, что он будет в хорошем состоянии, чтобы это все оценить. Да-да-да. Подожди, а в итоге-то что? Ну, ничего такого-то не произошло жесткого. Он просто спит или в каком он состоянии? Бля, ну обидно в итоге. Ему нужно время дальше, чтобы он проснулся. Кто-то захочет, что мы поднимаем руки. Ну, я не знаю, как ты себя чувствуешь после наркоза в 9 часов. Когда я после наркоза в полтора или два часа, по-моему, где-то около того проснулся. Я сразу проснулся так, как я просыпаюсь вот здесь дома. То есть я сразу такой, оп, здрасте, блядь, а где я? Ага, я, значит, в этой, в реанимации. Так, здорово. Я сразу такой встаю. Я причем пытаюсь встать, и я понимаю, что у меня руки привязаны. То есть я руками вот так делаю, а я как в психушке, блядь, привязан. И я встаю такой, где я вообще? Я хочу пить. Вот. То есть я вообще ничего не чувствовал такого отходника какого-то. У меня не кружилась голова? Да нет, вроде кружилась немножко. Ну, немножко. Но в целом чувствовал себя так же, как вот, когда я просыпаюсь дома. Заебись, короче. А? Это Эд Лимб. И в глазах не двоилось ничего, все нормально было. Я, короче, хотел же разбудить тебя. Да. Ну, типа, особенно. И мне запретили врачи, сказали, что это опасно для твоей психики. А я думал, много вариаций, где ты просыпаешься, а там все мертвые лежат. Я говорю, нам нужно бежать, типа, на нас напали. Ужас. Или как мы все, типа, в костюмах инопланетян и дым пустить, зеленый свет, короче. Но мне сказали, что ты можешь с ума сойти, типа, когда просишься и ты увидишь. Не боясь, я, блядь. Или как в фильме 28 дней спустя, где чел просыпается в больнице, очухивается. А вокруг никого. Вокруг уже произошел апокалипсис, типа. То есть он просыпается, а все разрушено, все перевернуто. Людей нет вообще, то есть ноль. Вообще ни трупов, ни людей, ничего. Он такой встает, смотрит в окно, а там, типа, пустой город. Типа, все. Никого, да? Везде мусор какой-то перевернутый, машины разбитые. Он ходит из больницы такой, его смотрит, что за хуйня вообще происходит. Берет газету, читает, а там, типа, что-то произошло, короче. Давайте подписчики. Вот было бы здорово, если бы и здесь так произошло. Пишите Саньку, проверим на вас. Сойдете вы с ума. Ну или если мы соберем здесь 5 миллионов лайков, мы тебя так разбудим, когда-нибудь. Ну я готов, в принципе, в наркоз входить и без каких-либо операций. Если вы хотите больше контента в наркозе, ставьте лайки. Контент без сознания, новый жанр на ютубе. Да, да, да. Ходи голову. Даааа. Я тебе включаю, ты приставишь. Пошел, брат. Бля. Я в моменте. Это я придумал трек. Бля. Доказательство. Я проверживаю. Не, вот такой хуйни у меня не было. С 90% ваё. Вот все рэперы выглядят в каком-то отсталом. Бля, а мне сказали нельзя пить. А ему воду дают. А я тогда проснулся и говорю, пить нельзя. Блеванёж. Я такой, в смысле? Гласись. Ээээ. Чё за хуйня? Ну вот теперь... Ээ, меня наебалишь? А я, кстати, потом всё равно выпил воду. Меня когда в палату отвезли, такой, да идите нахуй, блядь. И нормально всё было? Телый язык, одесса. Он всегда так будет разговаривать, да? Можно ещё по вене, блядь? Вот это уже лишает. На этот раз гиргино, брат. Опять защита от стримеров была? Бля, они настолько уверены в себе, что они реально вот были на 100% убеждены, что стримеры будут это смотреть. Ну я сейчас не про этот кадр, тут вроде чё-то другое было написано. Тогда, в начале видоса, когда защита от стримеров была. О, для тебя. Ну так это только я и посмотрел. Вот, покажите мне ещё одного стримера, который бы это смотрел. Кто? Да никто это больше не смотрел, только я. На. Получается, чисто для меня сделали, да? Спасибо. А, Модестл. То есть как, Модестл видео смотрит? Не. А, Генсуха. Не, 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 не. Михалина. Да ладно, ну ё-моё, ну ё-моё. Ну ё-моё. Ну час. Час я тебе там, ну примерно ухо. Полчаса. Три часа ночи. Три часа ночи. Три часа ночи. Три часа ночи. Нихуя. Реально, кажется, как будто час просто в отключке, а да, девять часов в первый раз. Самый прикол в том, что все дико заёбаные, потому что все... Бля, ну шо за паста нахуя? Я вот иногда какую мягким, но чаще твёрдым. И вот мягким вроде легко, и попят тёплое. Но твёрдым приятнее, когда твёрдо его... Вот это время не спали, как-то я типа ебашили. Ну и дурак ты, короче, могу тебе ещё сказать. Типа и тебе все говорили, ну давай, блядь, вставай. Идиот? Идиот. И вырубался опять. Хочешь спросить, почему у тебя губового зеления? Бля, какой-то синий весь стал. Всего его заклинировать. Надо кай по старому телевизору. Выда, ты ебаная, блядь. Бля, моргенштерн после наркоза. Это тупо я на стриме Хесус и Кеков. А, да? Ну то есть тебе по кайфу, да? То есть тебе кайфово. Ну то есть ты ловишь кайф с моего стрима. То есть ты сидишь такой, смотришь мой стрим такой... Валдёж, вообще... Чил. На расслабоне. То есть... Тебя прям в штыриво от моего стрима. Не, ну... Ладно. Я рад, что ты получаешь такие приятные, скажем так... Чувства от просмотра моей трансляции. Ебаный по нему. Уже из-за мемы типа его лицо, вот это и я первого января. Переоценил себя. В каком пограничном состоянии он сейчас находится, если он понимает шутки, но не может вообще рассуществовать. Я в маршрутке. Я в маршрутке. В маршрутке. Это не шутки, мы встретились в маршрутке. И что ты за проезд когда передашь? Я там плачу. Почему? Я пограничник. Ты пограничник между мирами. Я понял, блядь, что это. Что ты понял? Был такой чел пограничник, который... А, на ютубе? Да, всех разоблачал, а потом попался сам на том, как рекламировал хуйню. У него была такая фраза, лучше плакать в мерседесе, чем... Мне кажется, он в этом состоянии, блядь, уже целый трек придумал. Так что через неделю ждем новый трек Моргенштерна. А-а-а, а я все это время пытался, блядь, понять, что ты, типа, в трипе находился каком-то, где-то в маршрутке... А, возможно, даже альбом. Уже работает голова, все. Скажи, ты обосрался? Если обосрался, не говори. Но улыбку хорошая, брат. Давай, улыбнись, покажи, покажи. Можно голливудскую улыбку сейчас показать? Так. Что это могло значить? Я муха. Ээээ, блядь. А у меня, блядь, режим в стране отличный. Нормально я б... ебалил. В коми рекламу. Мне понравилось. Ну, хоть жанр. Уявления нет. На уявления нет. Уявления нет. Нет. Все с кем обосрался. что был ебаный свет ну блять вот морген штерн подожди морген штерн да не подожди стоп марин штерн учет на запись создана 25 декабря 2016 года 0 сообщений 0 отстранения 0 банов понятно блять шушь может первое чему выписать реально 60 фолловеров у него к 100 лох реабилитация постнаркоза великолепно и реабилитация звучит очень как-то отхода от наркоза охуенная правда у тебя голова пустая ты вообще ни о чем не думаешь ты легенький такой виденькой получается благовайт у нас под этим что-ли под наркозом я думаю чем и вечерина на таком расслабоне это все или есть пасхалки а потатухом есть я бродил тут в больнице и обнаружил маркер ему даже говорить про это не буду он вполне возможно вообще не обнаружит эту штуку никогда что же блять отличный старт брау монтажеру брау саня фрейм спермер браво мне отлично спал браво клиники да винчи не забывайте ставить лайк и все но за новый подожди там же был момент что следующая серия на там же в начале был момент где он такой типов отреагировал на что-то так что как будто там что-то ужасное произошло а в итоге ничего и не было да смотри гораздо интересного это это было это раз бабочка понял это аперитив для вас я очень долго ждал реакции на то что будет сейчас очень многие спрашивали какая же реальная цена и понял будет устаешь смеяться да я придумал интересную историю вот это ты заебался эти зубы стоит ну да хуя ну да как а как иначе можно обосрался ли я хочу проверить я не понимаю там кому-то бы ездил для видео которым мечтали многие давно человек после удаления зубов под наркозом еле просыпаешься потому что ты сначала сначала и наркоз а потом ты сам спишь и вы за того как прошла операция понятно начали поливают я стану новым маркин что их нам блять чё чё да не зубы стоит одну миллиона 23 наверное где-то все тем более просто я играю в майнкрафт эндермен хочет тут напасть я ему это не дам грифер уходи отсюда сам